Здравствуйте, это программа Наши налоги. Меня зовут Альбина Полищук. Сегодня будем говорить про единый налоговый счет. Обсуждать эту тему будем мы сегодня с нашей гостью, с Олесей Кузьминой, заместителем руководителя УФНС России по Республике Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вот совсем считанные дни буквально остаются до конца срока, когда все татарстанцы законопослушные должны заплатить налоги имущественные. Очень часто мы в этой программе говорили про новые возможности, про единый налоговый платеж, единый налоговый счет. Расскажите, пожалуйста, что такое единый налоговый платеж? Зачем он вообще нужен был? Единый налоговый платеж – это способ оплаты налоговой обязанности. То есть это способ направления денежных средств для исполнения конституционной обязанности. Вы как раз таки упомянули, что у нас срок обязанности скоро 1 декабря, поэтому существует такая альтернативная возможность заплатить налоги быстро и просто, можно сказать, в один клик. Всего там указывается два реквизита – сумма и ННН. Налоговая, правильно я понимаю, налоговая сама распределит, например, если у человека несколько объектов, допустим, его квартира есть, земельный участок, что там, машины, например, транспорт, налог. Получается, что налоговая сама знает, куда, как распределить эту сумму, по сути, это электронный кошелек, да? Да, да, похоже на электронный кошелек. То есть будет распределение по уведомлениям. То есть налогоплательщик сегодня может же заплатить по разным видам КБК, если у него множественные объекты, да, имущества, а может одним, одной платежкой заплатить все налоги сразу. Что такое един налоговый счет? Правильно я понимаю, это для бизнеса, да? Это для юридических лиц? Единый налоговый счет будет для всех. А, вот как. Рассказывайте тогда подробно в деталях. С 1 января 2023 года в корне меняется формат учета налоговых обязанностей и уплаты налогов. То есть единый налоговый счет будет открыт для каждого налогоплательщика, что в себе подразумевает. Там будут учитываться денежные средства, направленные налогоплательщикам в виде единого налогового платежа и совокупной налоговой обязанности. То есть как итог будет сальдо между начисленными налогами и уплаченными. Сальдо может быть как положительным, то есть это переплата, когда налогоплательщик больше заплатил, да, чем нужно. И отрицательное, это уже задолженность. И это будет для всех налогоплательщиков. И физические лица, и юридические, абсолютно все. По умолчанию он будет открыт каждому налогоплательщику. Вот в моем личном кабинете каждый из нас его увидит. Да, это будет уже не альтернативная возможность, которая сейчас существует, а обязательная для всех. Такой формат учета. Какие были вообще предпосылки для введения вот этих новшеств, о которых мы сегодня говорим? Единый налоговый счет, единый налоговый платеж. Зачем это было нужно? Раньше приходили по почте конвертики, в них было много бумажек разных. Мы видели, все было наглядно. Вот тебе транспортный, вот тебе земельный. Зачем это было нужно? Как раз-таки единый налоговый счет, это в первую очередь по запросам налогоплательщика, чтобы можно было просто, быстро заплатить налоги, понимать свое состояние расчета с бюджетом. Существующая вот на сегодня система бюджетная, она содержит колоссальное количество реквизитов. То есть это более полутора тысяч КВК, более 21 тысячи муниципальных образований, больше 60 сроков уплаты. То есть там вариативность реквизитов достигает более 900 триллионов. То есть такие колоссальные суммы. И здесь вот, когда существует огромное количество реквизитов, возможность человеческой ошибки. Шанс в вашей вице не ту цифру написать. Ну статистика упрямая вещь, она говорит, что каждый 15-й платеж с ошибкой. То есть множественное количество у нас невыясненных платежей. Такая ситуация, когда у налогоплательщика есть по одному налогу задолженность, по другому переплата. Там, где есть задолженность, соответственно, это начиная от пеней и заканчивая мерами принудительного взыскания. Взаимозачет здесь невозможен, да? Будь добр, долг заплати, а переплату, ну, как там, забери или потом даже. Не всегда. Сложно с этим? Конечно, сложно. Вот в первую очередь были нацелены на то, чтобы налогоплательщику было просто, быстро заплатить налоги. Понимать, что он заплатил, куда это распределилось. И чтобы он это видел в онлайн-режиме, грубо говоря. Конечно же, был проанализирован и международный опыт. Плюс у нас, опять-таки, есть свой опыт в Российской Федерации. Вот, как я уже сказала, у нас единый налоговый платеж для физических лиц с 2019 года существует. Значительное количество граждан ими пользуется. То есть на сегодня больше 150 миллионов бюджет поступило именно в качестве единого налогового платежа. Ошибок стало меньше, замечаете? В данном случае ошибок вообще нет. Потому что, конечно, здесь очень сложно ошибиться свой ИНН и сумму налога. Очень сложно ошибиться, да. Плюс у нас в этом году пилотно стартовал проект «Единый налоговый платеж» уже для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Про индивидуальных предпринимателей еще обязательно поговорим. Хочется мне спросить, все-таки уточнить, что еще меняется для налогоплательщиков? Кроме того, что просто, четко, все моменты, когда есть недостача или, наоборот, перебор, они автоматически, правильно я понимаю, все пересчитываются. Что-то еще хорошего конкретно для налогоплательщиков несет? Это новшество, связанное с счетом, единым налоговым счетом. Введение единого налогового счета еще несет в себе ряд изменений. То есть, я сказала, было больше 60 сроков уплаты налогов. Введение закон с 1 января приводит у нас такая унификация происходит. То есть, будет единый срок уплаты налогов для всех. 28 число месяца. То есть, более так наглядно. То есть, 28 число месяца. Большинство налогов немножко смещены, как мы видим. То есть, у нас было 15, 20, 22, 25. Будет 28 число. То налог на доходы физических лиц также будет уплачиваться раз в месяц. 28 числа. Есть соответствующий период. С 23 числа предыдущего месяца по 22 числа текущего месяца. Уплачивается НДФЛ. 28 числа. Плюс вводится 13 период. С 23 декабря по 31 декабря. Ну, чтобы закрыть год. А зачем нам, простым работающим людям, у которых официальное трудоустройство, белая зарплата, за которых работодатель каждый месяц удерживает НДФЛ, зачем нам про это 28 число нужно знать? При условии, если я работаю официально, у меня же работодатель. Это вопрос моей бухгалтерии, да? Да, конечно. Это она будет 28-го заменена. Сейчас для всех информация, и для обычных граждан, физических лиц, и для бизнеса. То есть упрощаются сроки, унифицируются. Все будет 28-го числа. Срока для представления отчетности также унифицируется 25-е число. То есть это уведомление, либо декларация. Опять-таки. Дальше. Что еще делается? Будет более, так скажем, простой и быстрый способ распоряжения переплаты. Переплата вообще будет являться активом налогоплательщика. И будет лежать у него на счете. В своем личном кабинете он будет видеть, да? Да. Эту сумму. Конечно. Сколько у него сейчас в резерве есть в этом кошельке. И он будет также меняется статьей 45, устанавливается конкретный порядок распределения денежных средств, внесенных единым налоговым платежом. Как они будут распределяться? Для всех всегда одинаковый порядок. Какие там могут быть варианты? Ну, смотрите, то есть порядок какой установлен? В любом случае всегда будет погашаться сначала недоимка с наиболее ранними сроками уплаты. Потом текущие платежи, начисления, да? Потом пенни, проценты, штрафы. То есть нельзя будет допустить такой ситуации, когда у тебя на одном налоге будет погашение, либо там переплата на другом задолженность. На более позднем, например, да? Да. А на более раннем остается долг. Это даже упростит и будет, опять-таки, вот исключит вот эту ситуацию непонятную для налогоплательщиков в большинстве случаев. Вот. Если денежных средств в данном случае будет недостаточно, допустим, но ситуация разная, да? Опять-таки будет распределение по этому порядку просто пропорционально суммы налогов. Сначала на недоимку с более ранними сроками. Допустим, у нас денег хватило вот на недоимку, там закрылось. Текущие платежи здесь, допустим, недостаточные. Будет распределяться уже пропорционально суммам начислений. Часть за земельный налог, часть за транспортный, часть, например, за квартиру, да? Нет такого, что там квартиру, землю человек заплатил. А вот, допустим, транспортный должен равномерно распределиться. Да, пропорционально. То есть это стимулирует человека положить еще денежки, чтобы закрыть все эти бреши. И понимание. Стандартное, простое понимание для всех. Про бизнес расскажите. С ним как будут дела обстоять. Как физические лица, так и бизнес перейдут на единоналоговый счет. Будет открыт единый налоговый счет у каждого налогоплательщика в федеральном казначействе. Что хорошего для бизнеса, я бы сказала, потому что все-таки у бизнеса больше налогов, да? Мы вместе с введением вот этого счета, также федеральная налоговая служба расширяет, так скажем, свою сервисность. Не секрет, что мы очень сервисная служба, да? 70 сервисов существует. В данном случае в личном кабинете такого еще никогда не было. Это будет впервые. Налогоплательщик будет видеть состояние расчетов так же, как видим его мы. Ну и практически в онлайн-режиме. Плюс личные кабинеты будут модернизированы. В личном кабинете, опять-таки, чтобы исключить вот этот человеческий фактор, да? Максимально закладывается, во-первых, КБК, по которым, допустим, должны... КБК-налог, по которым должны быть направлены уведомления. Из заданных параметров бухгалтер может сформировать уведомление. Оно может быть однострочное, когда один налог, может быть многострочное. Опять-таки, все выдается из заданных параметров. Направляется через личный кабинет. Через личный же кабинет можно направить заявление о возврате той же самой переплаты. запросы на получение различных справок. И опять-таки, не только в личном кабинете это будет, да? Дорабатываются программы, чтобы налогоплательщики в своих программах, чтобы была вот эта вот хорошая интеграция, видели то же самое. То есть максимально комфортные условия, в том числе в электронном виде для налогоплательщиков. Приятно. Это понятно. С 1 января, вы говорите, 23-го года, переходим на эту систему. В обязательном порядке всех это касается абсолютно? А если кто-то хочет работать по-старому, например, какой-нибудь ТПшник, вот ему так приятно? Касается всех абсолютно. Единственное, есть ряд налогов, которые будут платиться, как и прежде. Ну, незначительные. То есть это налог на профессиональный доход. НДФЛ с выплатой иностранцам, которые работают по патентам. Страховые взносы на обязательное социальное страхование сотрудников остаются прежними. И сборы за пользование водными, животным миром и водными ресурсами. Все остальные налоги, все это будет уплачиваться через единым налоговым платежом на единый налоговый счет. Если налогоплательщик, например, предприниматель, что-то напутал в этом личном кабинете, ну, вот, допустим, ситуацию представим, когда налогоплательщик применяет два режима налогообложения у СН и патентную систему. И вот он заплатил налог, неправильно его распределил, например, должен был заплатить у СН, а распределил деньги на патент. Есть возможность там в личном кабинете что-то поправить? Какие-то сроки для этого есть тоже, когда ты еще успеваешь что-то поправить? Вот в части распределил налогоплательщик не будет распределять. Будет распределять налоговый автомат по тем документам, которые уже существуют в налоговом органе и по тем документам, которые налогоплательщик представил. То есть там в декларации либо в уведомлении. Если он где-то что-то ошибся, есть возможность всегда исправить. Правильно понимаю, у налогоплательщиков появилась новая возможность. Вот теперь налогоплательщик может перевести переплату на единый налоговый счет другому лицу. Вот может он это сделать? Да. То есть вот что касается переплаты положительного сальдо. Налогоплательщик, во-первых, может сделать это быстро. Если на сегодня у нас мы принимаем решение в течение 10 дней, то будет заложено кодексом. То есть распоряжение уйдет на следующий день после получения заявления. То есть здесь с 10 на 1 день меняется. Куда может он направить эту переплату? Как вот вы уже сказали, он может направить это на уплату налоговой обязанности третьего лица. То есть на сегодня нужно сделать несколько, так скажем, действий. Сначала, если у тебя есть переплата, ты должен вернуть себе, потом сформировать платежное поручение, опять-таки в котором 15 реквизитов на сегодня и только потом направить. То здесь он может в один клик направить в счет уплаты обязанности третьего лица. Дальше он эту переплату может просто вернуть себе. Потом появляется в налоговом кодексе у нас такое понятие, что переплату можно направить в счет предстоящей обязанности по конкретному налогу. Допустим, по налогу на прибыль, по тому, который срок еще не наступил. В данном случае действует правило, обязательное условие не должно быть иных задолженностей по другим налогам. То есть он может распорядиться. Плюс он может также эту переплату направить в счет уплаты конкретной задолженности, которая в данном случае пока приостановлена по суду. Ситуации разные бывают, но, допустим, налогоплательщик может оспаривать те или иные начисления, можно сказать, по мероприятиям налогового контроля, но при этом никто как бы ему не мешает на сегодня заплатить задолженность. То есть возможность распоряжения переплатой многогранна, и что надо отметить, быстро это можно сделать и просто. У меня ощущение. Вы сказали, налогоплательщик может отправить эти деньги в счет будущего налога, срок уплаты, который еще не наступил, при условии, что у него нет других долгов. У меня ощущение, что это во многом сделано для того, чтобы долги свести к минимуму. Потому что какие-то оговорки есть везде, что сначала мы закрываем бреши, сначала мы расплатимся с долгами. С статья 45-я, она действует, она как заложена, она распространяется на все. Все-таки не должно быть сначала задолженностей никаких. Главные условия. Конечно. И чтобы в этот соблюдался порядок, дальше можно распоряжаться переплатой. Как переплату снять себе лично? Если нет такого друга, за которого нам хотелось бы сплатить налог, а вот деньги хочется снять, а они там и есть переплаты. Нужно будет написать соответствующее заявление. Опять-таки это заявление можно написать в личном кабинете. Это намного быстрее. Конечно же, есть традиционные способы на бумаге, по почте, но в электронном виде это будет намного быстрее и проще. Указываем реквизиты, куда деньги перевезти и ждем. Срок какой? Срок один день. Через день они уже поступят или нет? Или рассмотрят? В течение дня рассмотрят налоговое заявление? Да, да, да. На сегодня мы в течение 10 дней принимаем решение. Это будет один день. Что порекомендуете телезрителям? Как им надо вообще как-то готовиться к этому прекрасному новому периоду с 1 ноября 2023 года? Готовиться, конечно же, нужно. Я бы в первую очередь рекомендовала закрыть все имеющиеся задолженности на едином налоговом счете. Дальше все-таки порекомендовала бы сделать сверку с налоговым органом. На предмет чего? Что узнать, что уточнить? На предмет, какие есть начисления, предмет расчетов с бюджетом, чтобы понимать, к чему ты идешь к концу года. И вот с учетом того, что все-таки это у нас совершенно новый порядок учета будет, я бы рекомендовала следить вообще за новостями на нашем сайте. Они ближе к концу года, я думаю, будут еще более такие детальные, потому что вот особенно для бизнеса много вопросов. И рекомендую активно принимать участие в наших совещаниях, вебинарах по этой теме, чтобы максимально для себя закрыть все возникающие вопросы. Потому что всегда новое, оно сначала пугает, потом ты к нему присматриваешься, и в конечном итоге... Оно оказывается удобно. Конечно, да, ты понимаешь, что это было удобно, просто. Главное все понять на начальном этапе. Напомним адрес официального сайта налоговой... налог.gov.ru налог.gov.ru Спасибо большое. Спасибо за интересный рассказ, за полезные советы. Приходите к нам еще. Спасибо вам. Это была программа «Наши налоги». Мы сегодня говорили о едином налоговом счете. Спасибо, что вы были с нами. Мы сегодня говорим о том, что у нас будет.